В следующий раз в субботе директор Южкина мы расскажем о редакторе Тюргу, вытворяющем аналитетическом формате. Мой доклад был основан на совместной работе с Южкина Гонцовым, посвященном изучению аналитических свойств формального решения на эмоференциальных уравнений. В частности, я буду говорить об общественных редактёрках, кучу прошлых суббитровых отделений и сформулирую основные теоремы о достаточных условиях сходимости таких нормальных решений. Прежде чем начать рассказывать о новых результатах, я хочу рассказать о классических. Мы рассматриваем обыкновенное дифференциальное уравнение порядка n. Здесь f – это аналитическая в окрестностях функция n плюс 2 комплекса перед n. Ну и можно предполагать, что это вообще при 0. Ну и, как все знают из курса анализа, что если функция f точкой 0 равна 0, а частная производная по старшей производной ypn точкой 0 не обращается в 0, тогда применима к этому уравнению теорема Кашель и обыкновенное дифференциальное уравнение имеют энтерометрическое семейство локальных решений, англоморфных по окрестностям 0. И, естественно, каждое такое решение представляется сходящим зарядным тейлером. В тех случаях, когда теорема Кашель неприменима, конечно, точка 0 может являться особой для решений. И в общем случае, конечно, эта особая точка, она может быть точкой ветвей. Ну и, конечно, в таких случаях, естественно, уже говорить и рассматривать решения не в полной окрестности уже, а уже в некоторых секторах, в свершении дуле и растворы меньше, чем в обеих. И, опять же, с той же естественно, что, конечно, такие уже решения не представляются в виде нормальных степенных видов с целыми показательными степенами. Здесь они могут представляться рядами, содержащими такие вот многозначные функции. Здесь вот приведены некоторые такие примеры. Значит, первый пример — это обобщенный степенный ряд. Здесь коэффициент ЦК, показатель степени лямбда К — это комплексные числа. При этом показатель степени лямбда К, они упорядоченные согласно выбыванию их вещественных частей, и вещественные части лямбда К имеют точку окопления на вещественную осень. Вот следующий пример — это лебедюлока. Здесь уже показатель степени К целый. Коэффициенты — это многочлены от логарифма, и первый коэффициент — это константы. Ну и еще один пример. Третий пример — это экзотические ряды. Мы используем терминологию профессора Звино. Здесь показатель степени К целый, а аффикаты — это аналитические функции от х степени и гамма. Здесь может показаться, что эти экзотические ряды и обобщенные ряды, они могут вкладываться. Но здесь я хочу обратить внимание, что здесь вот показатели степени лямбда К такие, что имеется конечное число показателей степени с одинаковой вещественной частью. А здесь при каждом целом К имеется бесконечное число показателей степени по чистому минимуму и показателю степени. Вот, и, конечно, мы сейчас говорили о настоящих решениях. Вот, настоящее решение дается найти для обыкновенной функциональной управления в каких-то совсем исключительных случаях, и поэтому в таких случаях, конечно, сначала обчисляют формальные решения, а затем мы их как-то интерпретируем, либо доказывают предисходимость с хитаракой в полной окрестности нуля, либо доказывают, что существует настоящее решение, для которого данный формальный ряд является синтетическим, то есть некоторой точностью приближает настоящее решение. И дальше я буду уже рассказывать об обобщенных степенных летах и о редакторах, и вот перед тем, как вот, ну, давайте начнем, что мы уже рассматривали у меня такое мнение, где f – это многочлен своих аргументов, мы вводим для удобства и для того, что, в общем, в этой теории это такое общепринятое обозначение. Кроме того, этот оператор, он очень приятный, потому что степенок солнца из степени К является собственной для этой оператором. Я просто объясню, что точно такие способства, потому что если мы применяем оператор для этого из степени К, у нас получается, как в детстве, в детстве, в детстве, просто более удобный способ такой производный. И, значит, мы будем рассматривать обобщенные степени еды и редактор, который удовлетворяет такому алгебраическому, наименному дифференциальному формированию. И нетрудно заметить, что обобщенные степенные ряды, и ряды дюлока, они образуют дифференциальную алмебру с производным вектором. Ну, тогда, если мы берем какой-то один элемент по множеству , то если мы подставим этот элемент в наше алгебраическое референциальное выражение, то мы снова получим элемент этого множества. Таким образом, если у нас получается нулевой элемент, мы будем говорить, что наш формальный ряд, наше формальное решение, удовлетворяется решение или удовлетворяет наше формирование. Ну, я уже об этом сказала, но я еще более аккуратно скажу, что здесь очень важно заметить, что тут речь идет именно о по решениях алгебраические и дифференциальных сравнениях. А для них, если существует такой вот обобщенный степенный ряд с показателями степеней лямборка, то эти показатели они всегда лежат в конечных порожденной аффективной полугруппе. Ну, потом будем рассматривать примеры, я расскажу. Дальше уже будут сформулированы основные теоремы, касающиеся обобщенности и лямборка и лямборка. Но опять же, прежде чем говорить об этих новых результатах, я скажу о классическом уже результате этой теореме Майдранжа, которая является обобщением теоремы Каши. Пусть Фи – это формальный ряд Тейлора, который является решением нашего алгебраического дифференциального сравнения. И если выполняется следующее неравенство для каждого дифференциального сравнения, то тогда формальное решение Фи сходится равномерно в окрестности нуля. Например, значит, мы рассмотрим уравнение Рекати, перепишем его с помощью оператора Дельта. Значит, это уравнение имеет особую точку – 0, поэтому для теоремы Каши неприменимо. Ну, кроме того, это уравнение имеет единственное степенное решение. Мы используем, применяем теорему Майдранжа. Здесь дифференцируем по Y к 0, включаем Y к 2, Y к 0, вставляем решение, которое начинается с первой степени, поэтому здесь получается порядок 0 – это единица, ну а справа порядок 0 – 0, поэтому теорема Майдранжа здесь работает, естественно, ряд сходится. И второй пример. Значит, ну это такой классический пример, пример Эйлера. Значит, мы снова переписываем уравнение с помощью оператора Дельта, переписываем на решение, потому что ряд расходится. И, естественно, в данном случае теорема Майдранжа не работает, она неприменима. Ну и я бы хотела бы сказать, что нам неизвестны случаи, когда, например, теорема Майдранжа неприменима, при этом ряд строительства. Ну, то есть, мы знаем, что это достаточно успоко. Ну, а теперь мы уже переходим к админированию основных результатов. И давайте еще раз напомним, что такого общенного степени ряд. Так, он выписан на слайде. Здесь показатели степени λ, К и ЦК – это комплексные числа. Они, показатели степени λ, К, порядочные, согласно степени. И, ну, положим, что такой вот обобщенный степени ряд, он, бюджетворяет евроическому, а именно функциональному равнению. Тогда мы можем исследовать следующую теорию. пусть для каждого номера G, значит, от нуля до n, мы имеем вот следующие ряды. Значит, это частная производная функция по YG на решении Φ. Все они начинаются с одного и того же показателя λ. вот здесь ажиды, бжиды – это постоянные. Ну, естественно, что это ведущая слагаемая, то есть вещественная часть южа больше, чем вещественная часть λ. И в том случае, если коэффициент а n неравен 0, тогда в каждом и в любом секторе S с вершиной внуле и раствора меньше, чем в обид, такое вот формальное решение входит все разномерно. Ну, примеры. Ну, здесь мы рассматриваем третье уравнение Пильдеве. Вообще, я хочу сказать, что такие обобщенные степенные ряды, они довольно часто встречаются среди формальных решений нелинейных оффициентальных уравнений. В частности, третье, пятое, шестое уравнение Пильдеве имеет такие решения. И сразу чуть-чуть забегу вперед, скажу, что согласно теореме 1 все решения шестого уравнения Пильдеве, все обобщенные степенные ряды, удовлетворяющие шестом уравнении Пильдеве, сходятся согласно теореме 1. А что касается третьего и пятого уравнения Пильдеве, то все обобщенные степенные ряды с нерациональной показательной степени сходятся, но имеются также и с целыми и дробными показательной степени, которые расходятся. Значит, рассматриваем третье уравнение Пильдеве, снова ее переписываем с помощью оператора дельта. Это уравнение имеет такое двухкометрическое решение по С и по Р. При этом С – это не нулевая компрессия постоянная, а на показательной степени Р есть ограничение, что вещественная часть этого показателя лежит в интервале от минус единицы до единицы. Ну и, естественно, все показатели степени С лямбда однозначно определяются первым суффициентом С. И вот, как я уже говорила, что здесь вот эти показатели степени лямбда принадлежат такому множеству двумя образующими – один минус r и один плюс r. Ну и мы применяем теорему 1 к этому уравнению его решения. И здесь вот видно, что вот эти частные производные, значит, каждая из них начинается с показателя степени r. Ну и поэтому, согласно теориями 1, формальное решение, которое было выписано на предыдущую слайду, исходится. А между, при том, северно. По стороне меньше, чем лямбда. А? А поинтер, скорее всего. А поинтер? Ну и следующий пример – это линейное уравнение. Тем не менее, оно имеет тоже такое решение в виде обобщенного степенного ряда. Мы его не записали в таком привычном виде, а представили в виде суммы двух рядов для того, чтобы увидеть, что действительно ряд расходится. Первый ряд – это ряд эйлера. Ну и, естественно, если проверять условия, достаточные условия теоремии, то они не выполняются. Так, теперь мы переходим к рядам дюлока. Значит, ну здесь, я уже говорила, что показатели степени кат целые. Тикаты – это многочленные от алгоритма. Здесь написано, что тыной – это константа. Вот. И мы предположим, что такое формальный ряд, который удовлетворяет преимущественное оптиминфинциальное уравнение. Ну и здесь имеет место очень похоже на теорему 1, теорему 2. Значит, если… То есть для каждого G мы имеем такие вот ряды. И здесь M снова, он тот же самый для всех рядов. Здесь A G – это константа, а B G – это многочленные от алгоритма. И если коэффициент AN не равен нулю, тогда в любом секторе с вершины нулей и раствором меньше, чем 2P, формальный ряд входит равномерно. Ну и опять примеры, что вот уравнение первого порядка, уравнение Абеля имеет такое формальное решение. Оно еще не совсем рядом дюлока. Вот. И для этого, чтобы оно стало рядом дюлоком, мы делаем степенное преобразование, получаем новое дифференциальное уравнение, приблизим его с помощью оператора Дельта. Ну и это уравнение имеет вот решение в виде ряда дюлоков. Проверяем условия, достаточные условия теоремы ФА. Видим, что каждый такой ряд начинается с константы, то есть наши неравенства выполнены. И следовательно формальный ряд сходится равномерно прибор в секторе С, с вершиной нулей, раствор меньше, чем 2P. И тут опять я хочу упомянуть, что такие ряды достаточно часто встречаются среди решений дельниных обыкновенных дифференциальных уравнений. В частности, третье, пятое и шестое уравнения, которые тоже имеют такие решения. Но в этом случае все, то есть и для третьего, и для пятого, и для шестого, все такие ряды сходятся, согласно теореме ФА. Но тут надо упомянуть, что совсем недавно Шамамура доказала отдельно для пятого и шестого уравнения для меня исходимость этих решений, представленных в видами дюлоков. И немножечко я совсем еще расскажу про ссылки. Значит, первая работа – это как раз теорема Малькранжа. Вторая работа – это результат Шамамура, касающийся битов диалога исходимости, лечения исходимости для пятого уравнений. И здесь вот еще две работы. Одна, значит, уже в высшей печати опубликована. Это об обобщенности данных рядах, благотворящего губереческому обыкновению финансового уравнения. И эта работа пока еще не опубликована, только в Аксиме. С подробными доказательствами можно посмотреть. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.